Семь тайных признаков зависти от людей, которые это скрывают. Человек вам тайно завидует и желает зла. Одно дело, открытые враги и недоброжелатели. Знаем про их отношения к нам и не питаем иллюзий. Вовремя дистанцируемся и предпринимаем мир и защита. Но в окружении немало двуличных людей. На самом деле они вам завидуют. Относятся к вам негативно, только и ждут, чтобы ваш сарай сгорел и корова сдохла. До поры до времени держат себя в руках, носят приличные маски, но вынашивают какие-то коварные планы в ваш адрес. Признак 1. Тщательно выспрашивает все детали, связанные с вашей жизнью. Здесь должны насторожить неуместности и излишнее внимание к подробностям. Явно он старается собрать о вас побольше информации. Конечно, есть варианты, что это просто ограниченный, бесцеремонный и слишком любопытный человек. Признак 2. Отпускает в ваш адрес двусмысленные шуточки и подколки. Вроде бы по-свойски, по-дружески. Но вы понимаете, что за этим стоят попытки вас принизить, обесценить, получить какую-то свою выгоду. Если шутка не безобидная, да, к тому же ситуация повторяется много раз, то не стоит списывать все него особенные чувства юмора. Просто по каким-то причинам он не может пойти с вами на открытый конфликт. Вот и выходят его эмоции таким способом. Признак 3. Предлагает непрошенную помощь. Вы не говорили, не просили, а он вдруг для вас в чем-то расстарался. Это манипуляция, аванс, я для тебя сделал малость, теперь ты мне должен. Признак 4. Бесцеремонно нарушают ваши границы. Могут слишком близко садиться, трогать ваши личные вещи, задавать нескромные вопросы. Человек намеренно или бессознательно нарушает ваш комфорт, показывает вам свою власть, или таким способом пытается проникнуть в ваше пространство. Признак 5. Никогда не радуются вашему успеху, либо радость их крайне наигранная. Им досадно, обидно, неприятно, когда у вас что-то получается. Они просто молчат, когда другие вас хвалят или благодарят. Либо начинают лить грубую и неуместную лесть, которая не выглядит естественно. Признак 6. Делают что-то из-под тяжка, ставят вас перед фактом в последний момент. Сложно назвать это явной подставой, но получается, что близко к этому. Если вы попытаетесь им сказать, что это нехорошо или непорядочно, они сыграют в дурачка, скажут, что не понимают, о чем вы. Признак 7. По-разному себя ведут с вами наедине и в обществе. К примеру, наедине могут вам льстить и называть вас своим другом. А при всех норовят вас обесценить, подколоть и слить все ваши секреты. Будьте внимательны и не доверяйте всем подряд, кто вам завидует, смогли понять после этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok